Широка страна моя родная. Под таким названием в железнодорожном районе Самары прошел этнографический фестиваль. В нем приняли участие представители разных национальностей, проживающих в Самарском регионе. Они рассказали о традициях и обычаях своих народов. Сушки. На Руси они были символом достатка и гастрономического благополучия. Ими украшали дома, из них мастерили бусы, они были атрибутом свадебных церемоний. И, конечно же, никакой чаепитии не обходилось без связки сушек. И сегодня гостей этнографического фестиваля встречают этим русским народным угощением. На сцене музыкальные коллективы, которые создавали настроение своими песнями, танцами и творческими номерами. И, конечно, праздник не обошелся без национальных инструментов. Корнай – медная труба, традиционный инструмент народов Средней Азии. Сегодня корнай особенно популярен в Узбекистане и Таджикистане. Его используют в качестве церемониального инструмента на торжествах. Гости фестиваля смогли услышать его чарующие звуки. И это было не просто выступление, а настоящий акробатический этюд. Насчет рукфе – это очень сложно. Это годами надо учиться, репетировать. Отличается от саксофона, отличается от коларной. Это вот медный духовный инструмент. Там получается, вот видите, одно отверстие. То есть, получается, мы туда дуем и мы самый ритм создаем. Этнографический фестиваль впервые проводился в железнодорожном районе Самары. Площадкой для него стала территория ярмарки на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Такие мероприятия способствуют объединению, сплочению представителей разных культур и ценностей, отмечают в администрации района. Различные этносы объединились сегодня на этой площадке и делятся своими культурными наследиями, теми традициями и ценностями, которые присущи каждому народу. Для этого мы здесь собрались, чтобы понять, насколько мы разные, насколько мы едины и как хорошо нам все вместе. На площадке фестиваля проходили творческие мастер-классы. Для любителей фотографироваться работала фотозона с изображениями народных костюмов. Галина Топилина, Петр Паломеев, События.